К 20-летию образования Лобинского районного общества казаки пришли с определенными результатами. Сейчас в нем насчитывается более тысячи казаков, а в этом году все лобинские казачьи общества вошли в государственный реестр. Это дает определенные привилегии, позволяет иметь чины, знаки, различия и награды. Одним из условий вхождения в госреестр стало то, что среди казаков лобинских появилось много молодежи. Вот сейчас ребята, которые закончили казачьи классы, группы казачьей направленности, они уже достигли совершеннолетия и тоже получили право на вступление уже в регистровое казачье общество с записью в государственном реестре. И мы получили такой прилив молодежи. Очень радует то, что благодаря тем усилиям, которые мы прикладываем, и казаки буквально всех станиц, всех хуторов наших города Лобинска, серьезно занимаются военно-патриотической работой. И благодаря этому мы уже три года подряд, Лобинское районное казачье общество входит в тройку призеров кубанского казачьего войске по военно-патриотической работе. В районе большое количество будущих казаков. Практически в каждой школе и других образовательных учреждениях имеются классы и группы казачьей направленности. Эти ребята в будущем пополнят ряды защитников чести и достоинства Родины. Воспитание казачат проходит не только в школе, в казачьем классе. Там не все из казачьих семей ребята, но большинство из казачьих семей. Поэтому воспитание идет и в семье тоже. Воспитание идет и при общении с казаками-наставниками, то есть с казаками, которые приходят в школу и занимаются с ними вопросами истории, знания оружия. Мы приглашаем на спортивные секции. У нас в этом году уже создана секция спортивного рукопашного боя, русского рукопашного боя, где будут подаваться также элементы обращения с холодным оружием, фланкировки, упражнения с шашкой, с кинжалом, с казачьим, с плеткой. Это тоже изучение традиций, тоже воспитание. Уже больше года совместно с полицейскими охраной общественного порядка в районе занимается казачья дружина. В дальнейшем ее ряды будут пополняться. Сегодня есть уже распоряжение об увеличении количества членов казачьей дружины. И сейчас мы проводим отбор наиболее достойных казаков, которые будут нести с 1 января уже следующего года службу по охране общественного порядка на территории Лобинского района. Мало того, что наши результаты работы дружины послужили основанием тому, чтобы нам оказали доверие участвовать на охране общественного порядка на Олимпиаде. В крае каждую третью субботу октября отмечается День Кубанского казачества. В этом году празднования состоятся в станице Отважной. В субботу 19-го числа в 10 часов утра состоятся мероприятия, казачий парад, торжественное собрание, концерт с традиционными, безусловно, коренями, выставками с участием коллективов творческих казачьей направленности. И туда есть большая делегация Лобинского района, поэтому приглашаем всех жителей нашего района тоже принять участие в этих мероприятиях. Отпраздновав эти мероприятия, мы хотим провести в городе Лобинске, Лобинском районе, тоже ряд спортивных, культурных, общественных, публицистических и торжественных мероприятий, посвященных 20-летию образования Лобинского районного казачьего общества, которое было образовано после процесса в 90-х годах возрождения казачества на Кубани в 1993 году. В 1993 году был зарегистрирован официальный устав Лобинского районного казачьего общества. И вот мы хотим подытожить, с какими результатами подошли к своему 20-летию. Именно 20-летию не Кубанского казачьего войска, а именно Лобинского нашего районного казачества.